Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! У нас сегодня запеканка с баклажанами, фаршем и огромным количеством сыра. Здесь у нас корейская морковка домашнего приготовления рецепта, я обязательно вам оставлю. И также консервированные грибочки, тоже сами консервировали, буквально за 2 дня готовы, получается. Обязательно тоже оставлю рецепт. И мне очень хочется начать с Даниссима! С десерта. Обычно я его всегда оставляю напоследок, но сейчас прям хочется начать с него. Спасибо огромное за классный комментарий под мукпанком с Альбиной. Я рада, что вам понравилось. Многие спрашивали, почему Альбина не в кадре. На самом деле она спокойно может съесть и в кадре, то есть она не стесняется. Нет никаких ограничений. Мы, честно, даже не планировали вместе снять. Не планировали вместе снимать. Просто после школы Альбина заглянула ко мне, я как раз раскладывала роллы. Я она как бы села рядышком, и мы начали вместе есть, просто включили камеру. Вот так вот получился мукпанк. Обожаю Даниссима. Вообще люблю йогурты. В общем, не было такого, что мы прям спланировали снять совместный мукпанк. Но если вы хотите, мы можем для вас ее снять. Пишите в комментариях, если вам интересно. Так, запеканка достаточно горячая. Ой, как сыр тянется. Посмотрите на это. Горячо, конечно, но очень вкусно. Как много мяса. С чесночком. В последнее время вообще во все блюда, которые я готовлю, я всегда кладу чеснок. Обожаю. Даже знаете, что я сделала? Взяла чеснок, пропустила через мясорубку. Потом разложила таким пластом и в морозилку. А потом разрезала. У меня получились такие квадратики чеснока. Это на зиму. Удобный раз. Закинула, и все. Вообще, я за упрощение жизни. Смотрела видео вчера. Там, заготовки. Делаешь заготовки, не знаю, на неделю. А потом раз-раз, и у тебя ужин готов. Один день потратила, но зато все готово у тебя. Итак, вопрос. Как жить с токсичными родственниками, если они лезут в твою жизнь? Как бороться? Просто отстаивать свою точку зрения. На самом деле, у меня тоже большие проблемы с этим. В этом плане я вам не советчик. Я тоже не умею отстаивать свою точку зрения. Мне всегда кажется, легче подчиниться, чем делать, как хочешь ты. Но нужно понимать, что родственники не проживут вашу жизнь вместо тебя. Мне в плане родственников вообще очень повезло. Несмотря на то, что у меня есть родственники достаточно таких консервативных взглядов на жизнь, все равно они как бы ко мне особо не вмешиваются. Были моментики, когда люди видели мой канал вначале и говорили, вот, там люди пишут всякую фигню. Зачем она это вообще делает? Ну, мама еще тогда сказала, это ее выбор, пусть делает, что хочет. Родственники не вмешиваются в мою личную жизнь. Единственное, все вокруг всегда мне желают выйти замуж. Сначала это меня забавляло. Но сейчас, когда меня спрашивают, ну что, когда ты выйдешь замуж, это меня жутко раздражает. Я считаю, что это неэтичный вопрос. Такие вопросы задавать девушке неправильно. А может, мне никто предложение не делает, например. А может, меня бросили, не знаю. Не женились на мне, к примеру, да. И в этот момент ты не знаешь, что чувствую я. Я вот искренне не понимаю людей, которые вот задают такие вопросы. Вот почему ты не выходишь замуж? А почему ты не стала миллионершей? А почему у тебя нету квартиры? Вот почему? Просто выходить замуж из-за того, что общество тебе это навязывает? Неправильно. Я хочу замуж, но я хочу замуж по любви. Обязательно полюбить человека и потом выйти за него. А как отстаивать свои границы среди родственников? Мне бы кто помог отстаивать свои границы. Тут я точно вам не помощница. Не советчик, точно. Следующий вопрос. Как обстоят зала Баку с работой? Реально, это ее найти. Все зависит от ваших способностей и какую именно вакансию вы хотите. Это, знаете, такой риторический вопрос. Я когда училась в универе, мне все говорили, вот, ты учишься в универе, ты думаешь, ты сразу работу найдешь. С работой очень сложно, туго и так далее. Я уже к четвертому курсу была уже с мыслью, что вот работы не будет. У вас в Альбачане же работы нет. Ну, на мое удивление, я даже не закончила четвертый курс. Я нашла работу на полставке. Потом я устроилась на должность помощника директора. Причем, знаете, сразу так, изи. Сегодня пошла на собеседование. Завтра я собрала документы. А послезавтра, получается, я уже вышла на работу. А вот эти люди, которые мне говорили, что работы нету, это вообще ужас. Извиняюсь, отвлеклась немножко. Это, знаете, на что похоже? На людей, которые говорят, на девушек, которые говорят, что я мужики-казы. Не согласна абсолютно. А слово совсем. Если вас обидел один, ну, какой-то плохой человек, да, бросил и так далее. Это не значит, что все такие. И вы просто подходите к выбору человека с мыслью, что все плохие. А это в корне неправильно. Поэтому все зависит от того, какую вы работу хотите, какую зарплату. Я считаю, нормальная зарплата. Это от 1500. Для кого-то, конечно, это очень мало, я понимаю. Но для нас это, ну, нормально, так скажем. И выше. Чем выше, тем лучше, понятное дело. Я, например, смотрю на своих одногруппников, одногруппниц. Все работают. И все хорошо зарабатывают, слава богу. Я, честно, очень рада за них. Потому что в универ, в который поступила я, ну, там обычно ребята с низкими баллами поступали. Несмотря на это, все работают. Это, естественно, не может не радовать. Запеканка была очень вкусная, но жирная. Много не съешь. Я наелась. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Я заметила, что на прошлом влоге была куча комментариев. И многим понравилось, что этот влог длился 26 минут. Поэтому сегодня я тоже снимаю влог. И постараюсь сделать его длинным, если получится. А вообще, если честно, просмотры в последнее время. Это просто нечто. У меня очень выросли просмотры. Такого у меня не было никогда. И это не может не радовать. Огромное спасибо всем вам. Всех люблю, целую. Пока.